Дорогие, всем большой привет! Я рада, что вы снова или впервые заглянули на мой канал. Меня зовут Кристина, и сегодня я хочу вам рассказать и показать, что у меня в сумке. Давайте начнем. Сегодня я буду показывать, что лежит у меня конкретно вот в этой сумке. Возможно, вы ее уже видели у меня в Инстаграме, а может быть и даже здесь на Ютубе в некоторых видео. Для тех, кто не знает, расскажу, что это сумка бренда Iconica, то есть нашего русского производителя. Она мне очень понравилась тем, что она такой интересной формы, чем-то напоминает зарубежных модных дизайнеров. Но, тем не менее, форма уникальная, и таких сумок конкретно вот в таком исполнении, такой формы я ни у кого еще не видела. Сумка выполнена из натуральной гладкой кожи, и именно из-за этого на ней появляются иногда ляпы от пальцев, особенно если они в креме. Но если это своевременно протирать, то ничего такого не будет. Она у меня находится в идеальном состоянии, хоть она из гладкой кожи, которая очень подвержена разным царапинам, вмятинам, но я ношу ее аккуратно, как, собственно, и все вещи. Купила я ее в декабре, и вот все это время активно пользуюсь. В общем, она мне очень нравится, я ее очень люблю, и это моя самая настоящая базовая сумка на каждый день, которую я прям постоянно ношу. У нее очень красивая золотая фурнитура, вообще вот такой длинный ремень, и ее можно носить как и на плече, так и через плечо. Я ношу и так, и так, но вообще я вам раскрою небольшой секрет. Я сейчас стараюсь не носить сумки на плече, поэтому не покупаю багеты, хотя они мне продолжают нравиться, но не все. Все это связано с тем, что у меня немножечко искрылена спина, и вот это плечо постоянно поднимается вверх, когда я ношу здесь шопперы или какие-то сумки. Поэтому я сейчас принципиально не покупаю такие сумки, и стараюсь покупать модели на длинных ремнях, чтобы можно было носить через плечо, чтобы это плечо не нагружалось и не поднималось. Не зря же я хожу на массаж и все это исправляю. Давайте теперь расскажу вам про содержимое этой сумки. На самом деле она выглядит очень вместительной, и у нее широко вот такое дно. Я не знаю, как это происходит, но на самом деле в нее очень мало всего помещается. Из-за того, что она в форме такого полукруга сделана, у нее помещается из-за этого гораздо меньше вещей, чем, например, помещается в мою другую сумку, которая вообще вот объемом вот так в половину. Выглядит она внутри вот так. Здесь вот такой замок. Изначально я им не пользовалась, потому что мне казалось это не очень удобным. Но на самом деле, если я не буду застегивать вот это отделение, из нее может все с легкостью повываливаться, поэтому я все время застегиваю. Вот эта верхняя часть, она очень такая упругая, и на самом деле, когда сумка находится на тебе, очень тяжело еще вот так открывать. Короче, она очень тугая на самом деле. Она очень туго открывается, и туда очень тяжело залазит рука, но я так люблю эту сумку, что мне в целом все равно. Не знаю, насколько видно, но я очень люблю порядок в сумке, и я постоянно прибираюсь в сумках и раскладываю все очень аккуратно и красиво, чтобы мне было самой приятно. Я очень не люблю бардак в сумках, невозможно что-либо быстро найти, поэтому я всегда держу ее в опрятном состоянии. Сейчас, когда я все это выложу, вы поймете, что у меня в целом не так много вещей, именно крупных, но при этом мелочевки очень много, и она все очень полезная. Итак, ну давайте начнем. Не скажу, что самого главного, но просто это лежит ближе всего. Это антисептик, и я думаю, он сейчас есть совершенно у всех людей в сумках. Мне не нравятся антисептики в форме геля, потому что они очень липкие, и после них руки очень долго сохнут, и мне не нравится вот это ощущение липкости на руках. Поэтому я всегда покупаю антисептики в спреях, и здесь хочется немного повыпендриваться. Рассказать вам, что я на самом деле очень люблю антисептики. Покупаю их с раннего, можно сказать, детства, но не детства, а именно с подростковых времен, потому что в то время я очень любила американский YouTube, и, конечно же, там все школьники показывали вот эти крутые антисептики из Bath & Body Works, и, конечно же, у нас такого не было. Поэтому все, что я могла найти, это антисептики из Body Shop. И как только начался ковид, карантин и вся эта история, антисептики начали массово скупаться, и мне стало так обидно, потому что я всю жизнь их покупаю. Было прикольно находить какие-то интересные фирмы, чтобы они были красивыми. В общем, я люблю эстетичные антисептики, и я вот нашла вот такой. Это, на самом деле, скопировано с какого-то известного бренда, у которого антисептики стоят что-то около тысячи, но Dolce Milk сделали вот такие, как бы, копии. Очень красиво выглядит, эту фирму можно найти в Элитуале, стоит 250 рублей. Возможно, это дороговато для антисептика, но зато посмотрите, какой он красивый. Конкретно этот с ароматом авокадо и мята. Не очень, кстати, удобный здесь механизм, он такой прям, нужно прям нажимать. Господи, это так приятно пахнет, никто бы никогда не сказал, что на самом деле это антисептик. Мне не нравятся вот эти, опять же, гели в этим, что они еще и спиртовые, а этот очень приятно пахнет. И, в принципе, в таком формате все антисептики очень приятные. Блин, напшикала, теперь мне в рот попали какие-то пары спирта чуть-чуть. Второе, что лежит, это, конечно же, маска. У меня всегда в сумке очень много чистых масок, и если я с кем-то гуляю, кто-то из друзей сбывает маску, я всегда даю ему чистую, потому что у меня с собой где-то штуки 3-4, в общем, чтобы не было такого, что кто-то забыл, и нужно идти покупать. Так вот, что у меня дальше? На самом деле я специально оставила сумку как есть, я не подготавливала ее как-то красиво, ничего нового не покупала. Как вы видите, антисептик наполовину использованный. И, в общем, что в ней лежало, то я реально вам показываю. Мне не нравятся вот эти постановочные видео, типа, «О боже, в моей сумке парфюм, помада, и...» Так вот, в моей сумке всегда лежат салфетки. Это просто необходимая вещь, просто... У меня во всех сумках лежат салфетки. Я вообще из тех людей, у которых в каждой сумке заранее есть какой-то базовый набор предметов, и вы сейчас поймете какой. Итак, это платки, в общем, я без них никуда. Раньше, когда у меня была сумка побольше, я ездила, например, в универ, у меня еще всегда с собой были влажные салфетки, но мне хватает антисептика и обычных салфеток бумажных. Следующая вещь — это, конечно же, расческа. Хотя в последнее время я забываю иногда их с собой брать, потому что мне настолько понравился этот гребень. По-моему, это гребень, который я покупала на Алтае. В последнее время использую ее дома, иногда забываю класть с собой расческу. Следующее — это крем для рук. Я не могу быть с кремом для рук в холодное время года, зимой я постоянно их ношу с собой, потому что очень сохнут руки, и, конечно же, хочется их увлажнить. Я очень люблю крема Алексетан, я думаю, вы знаете, если вы смотрели мои видео и давно на меня подписаны. Просто они очень приятные, приятно пахнут, поднимают настроение в течение дня. Плюс они всегда в таких миниатюрных красивых упаковках, их очень удобно брать с собой. И самое милое, что в этой серии, в новогодней, у них отверстие, из которого выходит сам крем в форме звездочки. Это очень мило. У них недавно вышла облегченная серия, она называется Light Hand Cream. Короче, она легче, чем обычная, и он как бы идет как whipped cream, то есть взбитый крем. И это очень прикольная консистенция, поэтому, если вы ищете интересный крем, попробуйте. Он какой-то воздушный, ты его наносишь, и он очень быстро впитывается, он не оставляет липкости. Именно поэтому я ношу его с собой. Дома на ночь я мажу гораздо кремом жирнее, но тоже это эликситаны, какие-то аптечные марки. Но вот с собой я очень люблю именно whipped серию. Следующее, что тут у меня, это ручка. Обычная черная ручка. У меня появилась привычка носить с собой всегда ручки, конечно же, после универа. Я не сказала бы, что это мне прям необходимо каждый день, но в целом иногда бывает нужна, и она у меня всегда есть. Я тот самый человек, кто всегда всем дает ручки. И кому их потом не возвращают. Следующее, что у меня в сумке, это конфеты. Я, признаюсь, положила их совсем недавно, потому что просто купила новые. И это сливочная карамель. Я тысячу лет такие не ела, просто вот увидела в магазине и решила купить в этот раз именно такие. Почему я ношу с собой в сумке конфеты? У меня какой-то странный организм, которому может стать плохо, у которого может появиться иногда слабость. И я до конца не понимаю, из-за чего это. Я в последнее время сдавала много анализов, ходила по врачам и так и не поняла причину. И поэтому мне просто необходимо иногда съесть что-то сладкое, чтобы почувствовать себя лучше. И я ношу с собой разные конфетки в какой-то сумке фрутелла, в какой-то вот такие карамельки. Раньше я с собой цель направленно носила именно протеиновые какие-то маленькие конфетки. Но я поняла, что от таких штучек меньше пользы, так как в протеиновых сладостях очень мало углеводов. А именно углеводы, как мы знаем, дают нам энергию. Поэтому я решила по старинке именно взять конфеты. Кстати, я не жую жвачку, и в моих сумках нигде нет жвачки. Такой просто фан-факт. Конечно же, в каждой моей сумке есть свой бальзам для губ. И для этой сумки я выбрала именно тонкий и узенький, и маленький, чтобы он спокойно там лежал и не мешался мне. Потому что реально сумка внутри такая вот очень узкая. Конкретно этот бальзам для губ фирмы Darling. Я так понимаю, он корейский, и он недавно, этот бренд появился недавно в Золотом Яблоке. Выглядит он очень забавно, как вот такой маркер. Его выкручиваешь, точнее карандаш, наверное, и появляется, собственно, сам бальзам. Странно, что он написан в Макадаме. Я все это время думала, что это кокосовый. Я бы не сказала, что он мне очень сильно нравится, потому что я взяла его на пробу. Я повелась на очень красивую упаковку. Такой зип-пакет очень красивого какого-то золотого цвета был. Просто он у меня есть, и он мне на всякий случай нужен. Но я не в восторге от этого бальзама. Это какой-то крем-баттер для губ, и мне вот такой формат не очень нравится. И каждый раз, когда я наношу его на губы, у меня какой-то хруст на зубах появляется. И я думала, что это, возможно, какое-то совпадение, или мне показалось. Но нет, действительно, каждый раз, когда я его наношу, появляется какой-то странный хруст. Поэтому, ну, в целом, иметь в сумке бальзам для губы всегда, конечно же, полезно. Следующую вещь, которую я вам покажу, она не лежала в сумке, но, тем не менее, я ее очень часто ношу с собой. Просто, когда я кладу ее в сумку, она прям бухнет и становится очень полненькой. Это паспорт, и у него такая вот жирная обложка, которую я просто обожаю, но из-за нее он очень плохо помещается в сумку. Тут, конечно же, лежат какие-то мои карты, потому что сейчас у нас... Так, я их, конечно же, не ношу с собой. И расскажу немного про обложку. Это обложка бренда Фурла, кожаная. Я в восторге от этой обложки, она мне очень нравится. Она красивого, нежного, небесного, такого голубого цвета. И мне ее подарила мама, по-моему, на окончание универа. В общем, я ее очень люблю, и она, конечно же, очень толстенькая. Но вы могли бы подумать, что это все, но на самом деле в моей сумке еще есть очень много чего интересного. Например, это резинка для волос. Самая простая. Я искала красивую и поняла, что я ее где-то потеряла. У меня была шелковая красивая резинка из H&M. Она на самом деле все это время лежала в сумке, но ее там не оказалось. Поэтому вот, я как раз заменила, положила туда резинку. А так я бы ходила все это время, когда мне она понадобилась бы, ее бы там не оказалось. Так что хорошо, что я сегодня снимаю это видео. Конечно же, я смотрела другие видео, что в моей сумке и у ВОК, и у других людей. И я действительно не понимаю, почему никто из девушек не говорит, что в их сумках лежат тампоны. Или прокладки какие-нибудь. Типа, почему, почему это все скрывают, я не понимаю. Поэтому, ребята, конечно же, в моей сумке есть тампон. Да, потому что я девушка, и мне он реально нужен всего один, но зато он там есть. Следующая в моей сумке это таблетки, конкретно это Nurofen Express. Ну, мало ли, болит голова или опять же живот. В общем, мне всегда нужны таблетки, и они есть в каждой моей сумке. Дальше это пилочка для ногтей, просто потому что вдруг что. Она очень красивая, мне ее, кстати, тоже подарила мама. И она прям мочится с моей обложкой. В общем, покажу вам поближе. Просто очень симпатичная пилочка. Я вообще обожаю вот эти пилочки. Они просто эстетичные, симпатичные. Очень мало места занимают и поднимают настроение. И что еще есть в моей сумке? Это, конечно же, пластыри, потому что я ношу Dr. Martens, и мне нужны пластыри. Ладно, на самом деле, просто необходимая мне вещь. Я очень часто натираю ноги, даже если я в кроссовках. Я не знаю, как у меня это происходит, поэтому у меня в каждой сумке есть по несколько пластырей. И, по-моему, последняя вещь, что лежит в моей сумке, это пара зубочисток. Конечно же, в индивидуальной упаковке. Просто потому что на всякий случай. Вот такая вот история. Конечно же, я сказала бы, что в моей сумке лежит телефон, но я его почему-то оставила на столике неподалеку. Поэтому уж поверьте, в моей сумке действительно лежит телефон, когда я куда-то хожу. Хотя, вы знаете, расскажу вам небольшой забавный факт про себя. Каждый раз, когда я кладу в сумку свой телефон, у меня в голове возникает какой-то страх, что если у меня выхватят сумку и украдут ее, то телефон будет в сумке. Поэтому я очень часто кладу телефон в карман чего-либо, там, пиджака, куртки, пуховика, неважно. Короче, у меня какой-то бзик. Иногда есть, что я реально не ношу в своей сумке телефон, хотя места там достаточно для него. Я не знаю, почему так. Это все, что было у меня в сумке. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть. Если да, обязательно дайте мне об этом знать. Напишите свои комментарии или оставьте лайк. А еще лучше подпишитесь на канал, потому что видео выходит каждую субботу. И, конечно же, приглашаю вас в Instagram и Telegram. До скорых встреч!